Больница доброжелательная к ребенку. Такой статус в 2009 году был присвоен Брестскому областному родильному дому Всемирной организации здравоохранения. Открытие педиатрического отделения для недоношенных малышей еще одно подтверждение тому, что появлению на свет нового гражданина нашей страны уделяется огромное внимание. В целом, начиная с 2007 года, на модернизацию роддома направлено более 124 миллиардов. Основные вложения поступили из областного бюджета. Об этом глава региона Константин Сумар говорил на торжественном открытии нового отделения. За эти годы введен в эксплуатацию акушерский корпус. Реконструированы и переоснащены гинекологический с операционным блоком и областной гинекологический эндоскопический центр. Стоит отметить, что новое педиатрическое отделение обошлось порядка 15 миллиардов. Но на сохранение здоровья людей, маленьких белорусов денег не жалко. Все то, что сделано за эти годы, это именно благодаря программе, которую уделил президент нашей страны по модернизации всей медицинской отрасли. И надо сказать, что мы стараемся выполнять добросовестно, тем более с опережением тех сроков, которых мы брали на себя и которые ставил наш глава государства. Это первое. Второе, конечно же, мы все должны понимать, что в этой жизни нет ничего дороже, как человеческая жизнь. И вот отсюда она начинается с этого именно здания. Тут уже не здание, это не родильный дом, это целый медицинский комплекс гинекологический, который построен начиная с 2007 года. И надо сказать, что если брать историю роддома, просто к слову, с 1948 года с этого периода, по на старшее время родилось в этом здании в роддоме 251 тысяча новорожденных. Это целый город Брест. 250 тысяч малышей. Потрясающая цифра. И очень важно, что сегодня она не уменьшается, а растет. Брещена – лидер порождаемости. Способствует этому и государственная политика, поддерживающая многодетные семьи. И, конечно, открытие центровые отделения, оснащенных по последнему слову техники. Как отметил главный врач Брестского областного роддома Анатолий Дашко, отделения по выхаживанию недоношенных детей должны быть в каждом перинатальном центре. Хочу сказать, что ни один перинатальный центр не может существовать без такого отделения, потому что оно крайне необходимо. Ну, почему оно крайне необходимо? Потому что, во-первых, мы максимально приближаем вот эту помощь для наших маленьких новорожденных, максимально близко вот эта доступность уже ближе быть не может. То есть, с момента рождения мы можем сразу начинать какие-то профилактические мероприятия, вот что в дальнейшем будет улучшать, конечно, качество жизни этих новорожденных, ну и, конечно, способствовать здоровью нашего населения в дальнейшем. Уютная и комфортабельная палата для мам и деток, комната для приготовления молочных лечебных смесей, палаты с самым современным оборудованием, палата интенсивной терапии, гордость заведующей отделением Юлии Жарко, которая уже 10 лет выхаживает младенцев. Она может сопоставить, что было раньше, что есть сегодня. Здесь находятся наиболее такие тяжелые дети, которые требуют интенсивной терапии, какого-то круглосуточного мониторирования. Проводится круглосуточная инфузионная терапия, антибактериальная терапия. Что касается как бы лекарственного обеспечения, у нас достаточно все, что необходимо детям, все, что мы можем применять, у нас все есть. В плане технического оснащения имеются у нас и инкубаторы вот высокого класса, куда подается увлажненный кислород, создается оптимальный температурный режим для выхаживания, особенно недоношенных детей. На этом же этаже у нас располагается и физиотерапевтическое отделение, и лаборатория. То есть максимально все в комплексе, все создано вот так вот, чтобы нам с самого начала помогать нашим маленьким пациентам. Мы готовили кадры заранее, так что по кадровому составу врачебному у нас отделение укомплектовано полностью, то есть оно сразу начало функционально работать и выполнять свои функции, которые они должны выполнять. Председатель Брестского облсполкома не упустил возможности пройтись по новому отделению хозяйским глазом, проверить качество выполненных строительных работ, а также поздравить мамочек с рождением малышей. Никаких, все хорошо, все устраивает. Хорошее отделение и врачи, и персонал хороший. Но самое главное, чтобы деткам были все находит. Да, чтобы дети были здоровы, это самое главное. Поэтому мы желаем, чтобы ваши дети, а то и наши дети тоже самое, чтобы были здоровы, и чтобы тот пек, который мы отведем, он должен быть еще влюбленный. Хотя бы так, по 100 лет надо им рассчитывать вам тоже, чтобы они так выросли, были здоровы, счастливы. Нам очень повезло, что оно открылось. Здесь настолько комфортно, уютно, очень уютные палаты. Такой вежливый, внимательный, компетентный персонал. Ну, замечательно, просто замечательно. Следующий этап модернизации областного роддома – открытие медико-генетической лаборатории, запланированное на 2015 год. Помещения для нее уже подготовлены, а вот на оборудование требуется еще не менее 28 миллиардов. Средства будут выделены. Уже проведены переговоры с немецкой фирмой, которая производит современное оборудование для медико-генетических центров. Подобная лаборатория необходима для предупреждения рождения детей с наследственной хромосомной патологией. В целом в регионе требуется проводить до 500 таких исследований в год. В стране сегодня действуют лишь две подобные лаборатории – столица и Гомеля. Для того, чтобы именно для этих детей мы создавали все условия, для того, чтобы они тоже с этого роддома, родильного комплекса выходили здоровенькими, чтобы мамы были в настроении. Именно для наших детей. И наши люди заслуживают это, и наши женщины особенно. Поэтому вы правы, что мне, например, не стыдно перед нашими женщинами за ту базу, которую мы создали за это время. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».